Здарова! На связи Тим Эрна, он же AsperX. Если ты подписан или подписана на этот канал, знаешь AsperX, либо же ты просто следишь за интернет-флешмобами последних лет или круглосуточно залипаешь в ТикТоке, то ты, скорее всего, слышал или слышала эту песню. Ты будешь гореть в воду, ты... На случай, если мы с тобой до этого не встречались, я автор этой песни, и в интернете существует много разборов этой песни на акустической гитаре, ее часто исполняют, на ютубе существует много каверов на эту песню, и, в принципе, один из самых часто задаваемых мне вопросов – это как играть ту или иную песню AsperX на гитаре. Поэтому я решил попробовать на этом канале ввести такую вот рубрику с разбором, с авторским разбором песен под акустическую гитару, под дворовую гитару, для того, чтобы люди, которые учатся или умеют играть на акустической гитаре и хотят петь песни AsperX, могли это сделать правильно. Поэтому сегодня мы попробуем вот такую вот рубрику и попробуем начать с самой, наверное, известной песни проекта. Ну, почти самой известной – это песня «Ты будешь гореть в воду». В интернете можно найти много видео, где я ее играю под акустику, но давайте разберемся по порядку, что мы, какие аккорды зажимаем, и самое главное – какой бой, потому что, как правило, именно на бое все делают ошибку, потому что бой для непрофессионального музыканта – вещь довольно неочевидная. Если аккорды еще можно выучить, да, то гитарный бой или перебор в зависимости от песни, как правило, дается очень трудно людям. Поэтому давай попробуем с тобой разобрать эту песню, по косточкам понять, из чего она состоит. И если тебе нравится такой формат видео, то прямо сейчас ставь лайк под видео и подписывайся на канал. Согласно статистике, 50% постоянных зрителей этого канала и 75% людей, которые, в принципе, смотрят видео на этом канале, вообще не подписаны на канал. Поэтому подпишись, потому что мне будет это приятно, тебе несложно. Ну что, а теперь ближе к разбору. Итак, в общем приближение, песня «Ты будешь гореть в аду» играется на акустической гитаре так. Ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду. Здесь я использую барре, ля минор и ре минор, которые в дворовом переложении можно сыграть и здесь. Итак, всего в песне у нас 4 аккорда. Ля минор, он же АМ. Сорян, гитара по аккордам немножко не строит, ее нужно отнести мастеру. Но мы же учимся играть по-дворовому, поэтому, в принципе, так даже лучше. Итак, ля минор, он же АМ. Ре минор, он же ДМ. Следующий аккорд. С. И Е, он же ми мажор. То есть получается АМ, ДМ, СЕ. И, постоянно повторяя эти 4 аккорда, мы с тобой, в принципе, сыграем всю песню. Все. Как играть эти аккорды АМ, ДМ, СЕ, ты найдешь в интернете, я тебе не буду это объяснять. Моя задача объяснить бой, который идет в этой песне, потому что, как правило, именно, повторюсь, с этой частью игры на гитаре у людей, как правило, проблемы. Итак, для того, чтобы правильно определить бой, не только в этой песне, а вообще, нам нужно понять общий ритм, так называемый грув боя. Да, грув у нас может быть не только в барабанах, грув, грув это, в принципе, внутренний ритм песни. Понятно, что если мы просто посчитаем ритм, у нас получится 4 четверти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но, тем не менее, внутри, в рамках самой этой песни, есть еще свой грув, и ты его услышишь, если я сейчас вместо того, чтобы зажимать аккорды, заглушу струны, а правой рукой буду продолжать делать бой. Послушай внимательно ритм, который у меня возникает в правой руке. Вот это и есть внутренний грув песни, который, из которого рождается бой. Этот грув некоторые гитаристы на сленге называют поезд или рельсы. Почему? Потому что похоже на чучуханье поезд, да? То есть вот этот ритм сопровождает всю песню. Если мы будем играть всю песню, вот этот бой, расставив правильные акценты, а их у нас два, раз акцент, два акцента, то мы получим, собственно, грув песни. Давай я сыграю медленнее, для того, чтобы ты понял, чечек, как играть. И теперь вместе с аккордами. Кое-где в оригинальной версии я здесь гушу струны и пропускаю одну долю. Но раз ты все еще смотришь это видео, то надо полагать, что ты находишься на начинающем уровне освоения гитары, поэтому, возможно, этот прием для тебя будет слишком сложен. Поэтому давай сыграем совсем упрощенную версию, да, используя только вот этот бой и аккорды. И потом в конце видео я покажу, где именно я глушу струны, где именно пропускаю доли, если ты чувствуешь в себе уверенность и хочешь попробовать сыграть это так, как играю это я в акустике. Итак, сначала упрощенная версия. Если ты любишь Битлзы, Пресли или ты Единственный нормальный в вагоне метро В принципе, этого достаточно для того, чтобы это звучало более-менее нормально. Но ты слышишь, что в отличие от того, как я играю на акустике, эта версия получается немножко шумная, да, потому что здесь нет пауз и пропусков. Мы только правильно аккорды поставили и правильный бой сейчас играем. Но есть еще два нюанса в этой песне, которые повторяются всегда, вот каждые четыре аккорда. Первое. Я глушу струны иногда. Послушай внимательно, где, на каких долях это происходит. Я делаю это в цикле аккордов, то есть каждый раз, когда аккорды повторяются, да, вот это у нас один цикл из четырех аккордов. Я делаю это на двух из них. На первом и третьем, то есть на АМ и С. Получается вот что. Ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду, ты будешь гореть в аду. И остался пропуск ноты. Вернее, не пропуск, а две, два аккорда я начинаю на одну шестнадцатую позже. Сейчас уже будет сложное объяснение, потому что эта часть видео рассчитана на тех, кто хорошо, ну, более-менее хорошо играет на гитаре. Если ты на начинающем уровне, то тебе хватит того, что я уже рассказал. Но если ты чувствуешь в себе сила дойти до конца этого упражнения и понять, как же играется на самом деле, тогда уже немножко чуть посложнее, да, самая последняя часть. Второй и четвертый аккорды в этой связке Д, М и Е. Я начинаю играть на одну шестнадцатую позже. Если бы я этого не делал, получалось бы вот что. Когда я начинаю второй и четвертый аккорды на шестнадцатую позже, получается вот что. Сравни разницу. Слышишь разницу, да? Появляется еще небольшой такой оттеночек, который очень важен, как для меня, да, для исполнения этой песни. И последний совет, который я могу дать, старайся меньше касаться нижних струн. Ну, нижних я имею в виду четвертая, пятая, шестая. Эта песня хорошо звучит, когда она звучит вот на первых четырех. То есть, когда ты делаешь бой этот, да, делай его не отсюда, а больше. Я, как правило, даже глушу большим пальцем левой руки, глушу шестую струну. И в итоге получается у нас вот что. Если ты любишь Битлзи, Пресли, или ты единственный нормальный в погоне метро, если одному тебе интересно снималась Лимона Лиза во взрослом кино, если ты не любишь Вань на свете... Ну и последнее. Если вдруг ты очень хороший гитарист, или ты сейчас тренируешься делать баррэ, баррэ это вот такие приемы, то ты можешь попробовать первые два аккорда, то есть Ля минор и Ре минор, АМ и ДМ, играть на баррэ, на пятом ладу. Так она звучит намного динамичнее. Я, как правило, на концертах я играю так. То есть используя баррэ, потому что тогда можно задействовать все шесть струн, это звучит намного ярче. Но если ты только еще начинаешь свой гитарный путь, тогда бери аккорды так, как они берутся в классическом понимании, вот здесь вот, да, АМ, ДМ, С и Е. И играя эту песню в соответствии с теми правилами, которые я дал. Я, к сожалению, не профессиональный гитарист, поэтому я, наверное, не могу объяснить каких-то там более существенных нюансов, но я рассказал то, как я эту песню играю, и, надеюсь, объяснил это понятным языком. Если тебе нравится эта рубрика, если ты хочешь больше видео разборов песен Аспир Икс под акустическую гитару, под фортепиано, то ставь лайк этому видео, пиши комментарий, что бы ты хотел увидеть в следующий раз, подписывайся на канал и до встречи. Спасибо большое. Меня зовут Тим Эрна, он же Аспир Икс. До встречи.